Здравствуйте, меня зовут Тенис Валерьевич Фомин Нилов. Я ректор Государственного академического университета гуманитарных наук. Уважаемый Алексей Ильич, у меня к вам вот такой вопрос. В наших храмах в настоящее время, и исторически так сложилось, всегда было очень-очень дорогое и богатое убранство. Дорогие оклады икон, росписи стен стоят иногда баснословных совершенно денег, и это очень-очень дорого, и многие люди задаются вопросом, зачем в наших церквях такое нарочитое богатство и роскошь. И мой вопрос в том, почему Господу это угодно? – Никакому Господу это не угодно. Совсем не угодно. Это делается не для Господа. Делается это для себя. И причин, может быть, две. Первая, я бы сказал, положительная причина. Когда мы кого-то любим, мы хотим сделать что-то ему приятное. В данном случае, по нашему, так сказать, человеческому грубому восприятию, ну, что Богу, мне бы хотелось что-то сделать, ну, я хоть, ну, оклад хороший сделаю, хотя бы иконе его. Это, конечно, очень элементарно, достаточно, я бы сказал, примитивно. Но это, можем мы встречаться, с этим встречаться, ну, просто постоянно. Как будто Богу это нужно. Да не нужно, конечно, Богу. Но мне хочется выразить хоть чем-то, чем-то своё отношение к Богу. Кстати, интересно, что так называемые, ну, народы первобытные, народы, как говорит, история, что когда, например, они переселялись в какие-то другие места, то очень любопытно, что происходили. Первым долгом строили храм. Первым долгом строили, ну, мы скажем, капище, это язычки, неважно. Строили именно храм, в котором можно приносить жертвы. То есть всегда именно выражали этим своё отношение к Богу. Это первый такой положительный момент, которому можно, ну, которому можно объяснить. То, что в храмах мы находим подчас такую, ну, я бы сказал, роскошь, как вы сказали, и богатство. Второй момент, он, я бы сказал, исходит из того. Поскольку первый – это достаточно элементарный, я бы сказал, просто примитивный способ выражения своих чувств, то, следовательно, есть и другое, более глубокое. Что же глубокое? Забыли, что Богу нужны не жертвы и всесожжения, как пишет пророк Ветхозаветный, а сердце, дай мне сердце твоё. То есть душу свою дай, душу, а не эти бриллианты, золото и серебро. Душу, то есть а что значит душу дать? То есть пронеси Ему добрую жизнь, богоподобную жизнь, верность прояви Богу в жизни, верность Богу в жизни, а не в том, что ты повесишь на икону вот этот золотой крест или каменья. Вот это уже ошибка. Это глубокая, конечно, ошибка сознания. И хорошо бы, если бы, понимая это, действительно, немножко бы, так сказать, ну, вы сдержались от этой чрезмерности. Но эта чрезмерность ведь переходит на что? Вы очень деликатный человек, и поэтому сказали только о храмах, и всё. Но ведь можно продолжить и дальше, и об этом постоянно задают вопросы, что об облачениях, например, духовенства и так далее, верно. Вот это уже я бы назвал искушением. Это искушение. Это то, что называл, например, один из крупных богослов, например, Шмемон, называл византинизмом. Вот. Посмотрите, как у архиереев эти мантии, сколько сзади это, это 2-3 метра, наверное. Я некоторым говорю, архиереям, а что это у вас сзади, как называется? Это не хвост? Нет. – Что они отвечают? – Они смеются, смеются. Я говорю, когда же вы отрежете-то их? Господи, ну, что вы делаете? Зачем это? Эти вещи есть, как мы называем, увы, немощь человеческая. Дай Бог, чтобы хотя бы с этими немощами, но всё-таки мы проводили жизнь христианская и старались, насколько можно, не соблазнять своих верующих этим самым образом своей жизни. Продолжение следует...